В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение. Своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Северо-восточная Сибирь. Площадь около полутора миллионов квадратных километров. Расположена на стыке трех литосферных плит – Евразийской, Североамериканской и Тихоокеанской. Это определило сложный рельеф территории. На ее формирование оказывали влияние процессы разных геологических эпох. Это суровый горный край. Здесь находится Аймекон – полюс холода северного полушария. А на берегу Охотского моря – другое, увы, печально известное место – Магадан. И хотя это слово напоминает о репрессиях и лагерях, сам этот край очень интересен с точки зрения природы, которая, конечно, не повинна в том, что творили здесь люди. Чтобы увидеть ее, мы отправились в заповедник, который так и называется – Магаданский. У заповедника четыре участка. Два находятся внутри материка. Два выходят к Охотскому морю. На обрывистых берегах Ямского архипелага располагаются колонии разных видов птиц. Среди них необычными клювами и яркой окраской выделяются птицы семейства чистиковых, рода тупиков. Им бы жить в тропических лесах. Но это птицы северные. Даже зимой далеко на юг не улетают. Их тут два вида. Ипатка, со словно наклеенными ресницами. И топорок. С двумя прядками перьев на голове, похожий на стареющего клоуна. Под скалами, перекрывая даже шум птиц, на каменистых пляжах располагаются сивучи. Самые крупные представители ушастых тюленей. Самцы могут достигать трех с половиной метров в длину и весить по тонну. Сивучи живут только на севере Тихого океана, по берегам России и Северной Америки. Зимой сивучи ведут странствующий образ жизни, выбираясь на берег только для небольшого отдыха. В начале весны у них начинается лежбищный период. Это время размножения и выращивания потомства. Охотское море называют рыбной корзиной России. Главную ценность представляет рыба семейства лососевых – красная рыба. Мы отправляемся на другой участок заповедника – мыс Плоский, к устью небольшой реки. С июня и до октября разные виды лососей идут из моря в реки на Мерест. Причем, очевидно, в ту же, где родились. Это еще требует исследований, но есть предположение, что, проплывая возле устья, они узнают свою реку по мельчайшим оттенкам вкуса. Заходя в устья, они какое-то время стоят в водах реки, опресняются. В этот период с телами самцов происходит трансформация. Они уплощаются, появляются горбы. Челюсти вытягиваются, искривляются, и на них вырастают устрашающие зубы. Это просто аксессуар для привлечения самок. Ни для чего другого зубы им не нужны. Есть они больше не будут. Весь путь против течения реки, по порогам и перекатам, они проделают на внутренних запасах организма. Появление лососей привлекает множество хищников. Движение рыбы во многом определяет их образ жизни. Один из крупнейших орлов, белоплечий орлан, обычно селится возле побережий. Но здесь гнезда орланов можно увидеть за десятки километров от моря среди тайги. Странно встретить среди леса и еще одного представителя морской фауны – тюленя Ларгу. Быстрые реки – не их среда обитания, но во время нереста они поднимаются сюда и устраивают лежбище на речных отмелях. Северо-восток Сибири омывается двумя океанами – северным ледовитым и тихим. Длинная береговая линия определяет разнообразие его природы и смягчает климат прибрежных территорий. Охотское море практически внутреннее, со всех сторон окружено материком. По нему мы отправимся на юг, к другим физико-географическим странам. К востоку от нас лежит Карякско-Камчатско-Курильская страна. Она является частью Тихоокеанского огненного кольца – области активной вулканической деятельности. Вулканическое происхождение имеют и Курильские острова. Врывающееся из-под земли тепло и холодные воды океана создают здесь удивительный по богатству и разнообразию живых организмов мир. Однако создаётся впечатление, словно находишься на огромном промышленном предприятии. Чёрные потоки лавы, пепел, дым из расщелин. Мир этот находится в стадии становления, поэтому тут так часто происходят катастрофы. Извержение, землетрясение, цунами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok